у меня уже обеденный перерыв сейчас будет сегодня задержалась на работе и там бежала что приехала рабочих тапках ну когда уже на сегодня шортиках по летнему машина стояла рядом с работой и тут я ее парковала рядом с домом никто не будет видеть кушать я буду что и вчера потому что как-то муж не оценирую капусту и поел по немножко но я доем я не гордая мне больше достанется наш ритуал снимаем не даем чуть и теперь уже сами раздеваемся с бустым к разогрею поем отдохну немного сначала переоденусь я не люблю в одежде в такой в которой я ходила с улицы и дома быть не знаю с детства у меня я помню когда мне еще в школу ходила дедушка всегда говорил там приходили он всегда на заставлял переодеваться может быть с тех пор мы не знаю мне как-то удобнее в одежде которые домашние начинается золотая пора когда после обеда невозможно парковать машины смотрите как красиво цветочки пишем у него там не друг живет как я уже много раз говорила очень большая собака который который летят здесь есть парковочное место но так как его не видно чарли в общем улицу это опять открыли у нас в том движении смотрите это на замок ради которого приезжает много туристов но он какой-то неинтересный не знаю сейчас пойдем на море посмотрим сейчас есть одна точно клиентка в 5 на покраску ее мама сегодня приходила утром она вечером в 5 придет но у меня еще есть время я всегда выезжаю пораньше уеду в тапках такая в рабочих все равно на улице никого нету у всех сиеста смотрите какая красота о сегодня уже прям сразу заметно что народа много видите зонтиков сколько она видеть нифига вы не видеть о сколько зонтиков видите сейчас поедем сейчас поработаю пойду на пляж тоже пойду погуляю я сегодня в шортах более коротких чтобы полоска была короткая там на велико ой на велико где на мотоциклах водных катаются люди классно завтра звоним на пляж завтра ну просто необходимо туда ехать потому что праздник поэтому хочешь не хочешь надо ехать надо что-то придумать чего покушать ну и не знаю дома будем кушать все не спланировано у нас ничего что такое ну если вы не куплю что-нибудь меркадоне такое на всякий случай чтобы уже и в понедельник хотя в понедельник может в гранату рвану планы наполеоновские и то и все можешь выбирать и 150 предложений и все хочется так как у нас в понедельник говорю все закрыто я люблю в понедельник по магазинам пошастать я наверно не буду уходить от своей как говорится от своих традиций и в гранату рвану а может быть на пляж поеду не знаю поживем увидим а пока мы будем чарли на какашки убирать извините кто кушает но это вот такая вот жизнь ну все я отторобанила не забыть сейчас переобуться снять халат а то я могу и в халате уйти и сейчас погуляю по пляжу по набережной съезжу потом поеду в меркадону сказала мужу чтобы он позвал брата двоюродного гости мы все пытались они в гранате живут сюда приехали на выходные ну вот на праздники и вот они меня все спрашивают ты завтра работаешь ты завтра работаешь его три дня мы никак не можем ты на суше я на море мы не встретимся никак и разом позвонила они принципе недалеко от нас живут вот у них у них второй дом здесь у нас смотрели но прошлом году они блудили и блудились так и не нашли странно в этом году может быть еще что в общем нужно какие-нибудь вот сейчас он не скажет что там они собрались не собрались если придут то он закусочки какие-нибудь купить или что-нибудь ну так аперитивчики какие-нибудь оперитивчики ладно все тапки сняла тапки сняла халат сняла идем домой вернее гулять на пляж и в меркадону меркадону сегодня очень много народу купается смотрите на море полный штиль чего ты мы поработали уже едем домой зонтиков совсем много прям завтра будут чуть ли не шалашами сюда приезжать с ночевкой потому что завтра есть такое вот на сан хуан есть такое предание что ли всю ненужную мебель деревянную и все что не нужно нужно вот так на пляж привозить складывать большие костри и все это сжигать даже писать на бумажках все свои негативные истории которые вас проходили в этом году и все это сжигать я смеюсь говорю нафиг выжигать если это уже прошу произошло я понимаю там писать чтобы желание какие-нибудь то хорошие чтобы они исполнились а зачем сжигать то что уже прошло то есть уже сожжено да уже прошло она уже не повторится то есть зачем это все сжигать я немножко не понимаю но и так прошло его просто надо забыть а не сжигать да вот у них так вот они зажигают и все это происходит в 12 часов ночи то есть вот вот они костры эти сделали в 13 часов ночи ровно начинает костер там еще 4 спрыгивать на ней через него надо но тут такие костры жгут там я не знаю по два метра знаете что там как их перепрыгивать не не знаю все все себе прожжешь и отожжешь и не знаю я никогда не дотерплю вылет 12 часов самый большой до 11 наверное потом выручил поехали уже больше не могу видите смотрите какая лепота сегодня на пляже чарли вынюхивать то много купающихся но гадая сто процентов ледяная блин надо завтра приехать сто процентов сейчас чем куплю себе ой что это я вам сделала там такое сама смотрю а вам вообще непонятно что показываю это женщина на коляске видите на электрической такой а вот это вот ее собака где она каждый день тоже гуляет ну вот как пятница суббота я всегда их тут вижу на иностранка это она гуляет тут на колясочке собакой купаются люди хорошо уже вот там лежу ходят мусор убирают в общем все лето наступило кстати лето наступило в испании вчера 21 вчера же 21 был сейчас пузырь до вчера 21 июня наступило лето так что все как положено лето наступило море хорошее солнце все как по расписанию и и запахи идут знаете кремов ой блин мне кстати надо посмотреть если у меня крема я знаю что для лица у меня точно есть а вот для тела в первый день наверное надо купить не хочется мне потому что я первые дни сгораю как креветка хотя ноги уже загорели смотрите в шортиках идут так что нет но все равно грудь у меня очень часто прям сгорает где кожа нежная так что надо крем купить кстати сейчас я его внесу в списочек а то голова дырявая половины все забываем вот видите как они убирают все ходят тут второй год так обычно так не не ходили не убирали один раз только вот утром часов 6 проедутся трактор а это вот ходят днем и в общем набрела всего-всего но это была не хорошая идея потому что здесь вообще ничего нет никаких не фруктов нет все раскупили вообще смотрите ничего одни арбузы поналожили и все я хотела сальпикон купить из морепродукт нифига его не было зато набрала винище всякого сейчас дома покажу ой нам там народа мало пойду туда и все затарилась у нас там короче это там мой подъезд приехала вот это вот машина гру очень из гаража очень выезд неудобный вообще там пипец какой на подъеме узкий и я сейчас проезжала там короче машина застряла конечно припарковалась не ахти как но другого не было парковки в общем там вот его себе смотрите а злой какой в общем машина там какая-то остановилась в общем сломалась и прям на повороте представляете это вообще пипец большая машина не знаю как они будут вытаскивать оттуда мне кажется это совсем нелегко нам предлагали этот гараж мы когда его увидели я говорю ты чё по-моему рассказывал уже гурме такой гараж не надо я туда один раз заеду хрен оттуда выйду такие гаражи здесь дурацкий все сидушки тяги бэн 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 и так страшно что на машина о место свободное здрасте приехали только сейчас приезжала прям хоть это ехай и парит перепарковывайся или пипец ладно скамая там ставить чё все равно до завтра завтра поеду либо с чарли гулять либо что то ли увезли уже машину то ли что общем я не знаю сейчас посмотрю кому уж посуду моет чтобы разобрать мне покупки я решила снять она уже сто процентов высохла все стоят там разбираются с машины не смогла это грубо вывести эту машину видимо звонит вот чья это машина там они вон все стоят и насчет наверное запчастей договариваются или еще что-то не вот так все тут висит в общем прикиньте так попасть это папа попадалова как говорится прям на курве на повороте и вот так вот застрелить колокола у нас тут бьют на церкви кругом в общем сейчас быстренько пробегусь что я тут купила всякой фигни которую я мы никогда не едим но надеюсь придут гости потому что если они придут не знаю куда это муж сожрет все он все это ест сиятный в общем смотрите я специально купила вот такой вот чурису колбаска такая она видите в индивидуальных упаковках то есть если откроешь одну то не пропадет все это сразу быстро такой чурису купила и сальчичон но это типа солями тоже в 4 очень удобно кстати вот такие вот саладитов но это такие выпечка со всякими начинками разными тоже никогда это не права никогда это не придется на идти на эту машину картошку взяла вот такую вот и на нее посыплю анчоусы анчоусы это килька такая сушеная потом в масле очень вкусно кстати грибочки сейчас пожарю с луком мне вот яблоки так как я не знаю что они пьют купила пиво это там муж чарли моим развлекается так они с ним разговаривают пиво купила тинто доверану это вино с газировкой и вот такое вино она очень вкусная там всего пять с половиной градусов в общем алкоголь вредит здоровью но это как компотик такой очень вкусный это такой вкус ну ну видно да мешки для мусора купила дрожжи я все порываюсь пирожки сделать с картошкой теперь у меня все есть теперь было бы желание мусорные мешки сосиски но это всегда не должны в этом лежать холодильнике сырки такие плавленые стевия купила чтобы жизнь сделать сладкой купила вот такие ракушки сейчас сделаю с чесноком на масле сейчас вам все покажу они делаются быстро и арбуз и вот такой этот ополаскиватель еще купила макарон на завтра придется мне за ним идти потому что они остались в машине они испортятся фуры бы воняет и все всякой фигни обалдеть в общем вот такие дела делаю грибочки я просто обжарю много лука в олевском масле и потом добавлю грибочки я всегда обжариваю первый лук потому что я люблю лук жареный а не вареный поэтому всегда 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 я его обжариваю а потом кладу уже другие ингредиенты а еще блин я вот эти ракушечки купила малюсенькие вот хотелось чесноком сделать а чеснока у меня с гулькин нос кстати почему выражение говорят гулькин нос у меня есть подруга гуля ну да у нее маленький нос ну как-то знаете мне было бы обидно говорить все время гулькин нос ой блин ой у меня счастье в общем чеснока нет зато есть сухой чеснок сухой чеснок сухой я пытаюсь еще поймать хвостик вот этот который постоянно меня туда падает я знаю что там можно вот сюда его накрутить и все дела но опять это надо крутить это надо делать когда уже я в это вспоминаю когда он уже там болтыхается петрушка перхиль петрушка вспомнила вот все сушеное в общем если сегодня не поедим завтра на пляж все съедим сейчас пойду в машину за макарон но эти пирожники такие не макарон макарон здесь макарон называется хочу стевий попробовать что-то не сладкий чай не уже надоел а стевия он дает привкус какой-то который мне совершенно не нравится в общем а сахар от него попа растет куда деваться не знаю как жить дальше сладкоежки ой вы знаете мне вчера муж сейчас вам забыла рассказать с альпухары альпухары у нас горная гряда такая где всякие разные деревушки мы кстати когда приедет туда поедем привез черешню прям вот с деревьев мне передали гостинчик смотрите какая она хорошая говорит сладкая видите прям настоящая такая не магазинная вот такая черешенка я еще правда не пробовала но мне еще привезли тут передали мыло мыло какое-то очень странное но самодельное смотрите она во-первых мягкая и пахнет этим маслом ну его же делают из масла вот оно им очень свет не включу учет темно и кто это делает он говорит его нужно либо воде растопить и будет гель для стирки а я его знаете что сделаю натру на терке крупной и будет у меня такой вот как бы стружка натуральная из мыла для того чтобы стирать кстати сейчас попробуем черешнику вчера ночью притащил говорит на тебе передала даже на лишню больше похоже чем на черешню так что вот так буду готовить и пойду в машину я прям так пойду тут все ходят в пижаме 3-3 машины ничего страшного сходила за макаронами макароны 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 у нас вот макарон макарон в общем тусовка отменяется они еще на пляже загорают правда солнца уже нет но они рыбу ловят он у него брат твой родной он рыбак любит рыбу ловить ну пускай ловит в общем я грибочкина завтра с собой мы договорились на пляже встретиться в принципе все все что я типа приготовила это все можно увезти свободно на пляж например вот этим я завтра даже позавтракаю вкусняшками хлеб тоже картошку в общем все это можно везти кроме в принципе с утра тоже сделаю эти ракушки их тоже можно везти моль везде летает снег кружится вот так вот летает на улице жарище жара пришла так что я пошла в душ и буду готовиться к завтрашнему пляжному дню а вот а вам всего хорошего рассказывайте что чем вы занимаетесь куда уехали куда приехали может быть уже на югах тоже загораете лежите купаетесь море а я только завтра буду первый раз так что увидимся с вами завтра всем пока пока